всем добрый день продолжаем рассматривать программный комплекс Zoologis 8.0 остановились мы на том что мы отрисовали тепловую сеть но я немножко рано убрал рисунок потому что там находится некоторые отметки поэтому я ее сейчас обратно передвину чтобы это все видеть так ну а в конце я уберу и так нам сейчас понадобится ввести исходные данные по потребителям источнику по фрикционным камерам ну или узлом трубопроводов и магистральным участком так ну и давайте начнем непосредственно с потребителей для того чтобы вводить данные надо вот найти кнопку слева информация нажав на нее ну и нажав на объект то есть у вас появляется таблица базы данных которые нужно заполнять и заполнять для конструкторов сковорасчета следующими данными так ну адрес узла это уже не обязательно так наименование узла ну по идее тоже не обязательно но можем оставить так номер источника пропустим так ну а гидезическая отметка возьмем вот эту линию то есть 250 метров правда есть одно но если мы поставим вот эту отметку то когда будем чертить пизометр нас будет землей то есть если бы это были у вас реальные сети то может быть и обоснованно было ставить вот те отметки которые здесь вот стоят а мы поставим относительные то есть мы вычтем то есть отметка источника у нас будет 0 но а из отметки здания то есть мы будем считать всегда источник то есть но и в данном случае у нас получается нет посередине находится то есть 075 минусом минус 075 так дальше высота потребителя для этого вам нужно открыть курсовой так найти таблицу так ну и высота вот здесь показано 28 метров здание первого 28 метров у нас высота так можно вот вводить расчетную нагрузку но как я говорил там гигакалориях либо если бы изменили исходные данные ватах когда создавали сеть так но ввиду того что мы создадим при помощи уже расходов то есть поставим расчетные расходы так и нам понадобится еще давление вскипания и статический напор то есть опять открываем курсовой так линию вскипания и статический напор этого нужно открыть пизометр он линия статического давления 329 килопаскалей так ввиду того что нам поставить нужно метров делим на 10 грубо говоря то есть и получается у нас 32 и 9 статический напор 329 так давление вскипания то есть зависит от температурного графика то есть данном случае 3374 и 7 десятых килопаскалей ну 375 поставим метрах и эти значения будет одинаковым для всех 375 так теперь так располагаемый напор так как видим что везде у нас стоят элеваторные схемы то есть 15 метров на воде должны обеспечить то есть если у вас насос на это остается 5 смотрите по тому пизометру который вы строили так но и теперь нам нужно открыть расчетные таблицы тепловых сетей так ну и в данном случае расход у нас составляет 505 тонн час ну и ставим сюда 505 так если у вас есть дома административные потом скорее всего еще будет расход на вентиляцию приточную всегда еще сюда поставить но ввиду того что здесь у нас только жилые дома значит ставим жилые и так вот мы забили данные сверху сверху ну и снизу так ну и для того чтобы подтвердить введенные данные обязательно нажимаем сохранить ну либо можно нажать на базу она вам покажет что нужно сохранить эти значения то есть вот у нас сохранились так переходим к следующему зданию опять задаемся наименование жады 2 гидазическая отметка опять строим относительно так здесь у нас было 0,75 так а здесь у нас 251 то есть получается 0,25 положительно так высота потребителя опять открываем таблицу у нас 16 метров так дальше расчетный расход опять открываем гидравлический ищем уже d2 вот он так расход 0,71 ну и ставим расход 0,71 так располагаемый напор опять 15 метров из-за того что все одинаковое так сохраняем так давление вскипания можно поступить просто то есть открыть таблицу здесь поставить 37,5 и 32,9 до обновить до обновить так следующий дом у нас gd3 так опять начнем сверху наименование узла наименование узла gd3 так гидравлическая отметка ну практически такая то есть получается 0,25 разность так высота здания так высота здания 3 опять идем на начальную и тоже 28 метров и тоже 28 метров так идем вниз расчетный расход gd3 ищем таблицу тепловых сетей вот он gd3 так расход вспомогатель 2,21 2,21 так располагаемый напор 15 метров ну либо 5 метров смотрите у тебя что вы задали так можно вот нажать базу пусть она тоже попросит обновить так ну и задаться 37,5 статическим напором и скипанием 32,9 только наоборот статически 32,9 давление скипания 37 так возвращаемся обновляем так ну и остался у нас последний дом 4 так наименование узла gd4 так геодическая отметка ну 0,35 где-то приблизительно так высота здания по-моему тоже 18 метров конечно 16 метров 16 метров так идем вниз расход расход в четвертом здании так расход 2,667 2,67 тысячные уже не будем так ну и располагаемый напор 15 метров так опять в базу идем обновляем обновляем также давление скипания 37,5 статический напор 22,9 так давайте войдем в цтп потребителям мы уже все задали ну и назовем цтп 1 геодезическая отметка 0 так откроем потребителя так 37,5 и 32,9 так здесь все так у базы у нас осталось так теперь теплофикционные камеры так название у нас УТ-3 геодезическая отметка так здесь у нас 250,025 то есть минус 0,5 получается так ставим давление скипания 37,5 и 32,9 так так обновили так следующее у нас так ну давайте сразу же давление поставим 37,5 32,9 так название здесь у нас УТ-1 геодезическая отметка да так минус 0,25 да так охраняем так ну и последняя у нас камера так название узла УТ-2 геодезическая отметка 258 давайте 0,1 поставим так 37,5 32,9 так и опять обновляем так это можем закрыть так ну и остались у нас последние элементы это непосредственно трубопроводы а именно длины нажимаем так наименование начало участка можно задавать то есть там начало участка УТ-3 конец участка УТ-1 длина трубопровода длина 16,5 метра то есть таблицы ищем так коэффициент местного сопротивления трубопровода то есть гидравлики выбрали эквивалентную длину то есть ну и по форму здесь 0,3 взяли от 0,2 берет ну 0,3 взяли взяли 1,3 получается значит 1,3 1,3 1,3 3 так дальше шероховатость трубопроводов тепловые сети тут в миллиметрах до 0,5 так оптимальная скорость вы можете взять либо ту скорость которая у вас получилась по расчетам вот здесь 0,7 либо можете взять рекомендуемую я возьму рекомендуемую 1,5 так либо линейные удельные потери давления но лучше взять оптимальную скорость так ну и сортамент трубопроводов здесь выбор небольшой из стали из стали и выбираем так в напись сохраняем так следующий участок опять начало участка это УТ-3 так и ЖД-4 длина участка открывайте гидравлический расчет так и длина участка 45 метров так коэффициент сопротивления остался без изменения 1,3 1,3 1,3 так и самый конец шероховатость 0,5 0,5 0,5 так опять отновили так опять отновили и 1,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 1,3 2,3 2,3 так он похоже вот этот участок 12 метров длина так отец места сопротивления 1,3 так оптимальная скорость полтора полтора сорта мин сталь так и шарховат так давайте следующий участок так начало ctp-1 ут-1 так мы по сути это в главной магистрали можно быть так шнадцать метров так шарховатость 0 5 05 полтора либо берите из таблицы полтора так ну и сорта мин трубопроводов так обновляем запись так следующий участок у нас начало ctp-1 ут-2 так длина судя по всему тоже в главной мистералина должна быть да вот она 25 метров так 1 3 1 3 попадающие обратной так шарховатость 0 5 0 5 оптимальная скорость полтора 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 так следующий участок у нас ут-2 жид-2 так 32 метра главной магистрали так коэффициент минус нах 1 3 3 так шарховатость на целых пятьдесятых на целых пятьдесятых так оптимальная скорость полтора полтора так ну и сорта минталь так ну и у нас остался последний участок это у нас ут-2 жид-3 так длина участка ищем то есть 21 тут вставка еще какая-то 3 метровая для того чтобы уравнять наверно до разного диаметра 21 метр так коэффициент 1 3 1 3 так шарховатость 0 5 шарховатость 0 5 так оптимальная полтора либо ставьте ту которая у вас в таблице так окей так ну и обновили так посмотрели ничего не забыли забыли поставить 1 и 3 вот здесь вот ы а так и давайте посмотрим двигатский на до это есть 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 то есть вот можно так проверить мы закрываем так это есть это есть это и это есть располагаемый напор ввели все остальное тоже ввели, ну и проверим здесь то же самое все ввели и так сейчас мы в следующем видео запустим расчет ну и построим пизометрический график ну а вот так вот вводятся исходные данные для того чтобы почитать конструкторский расчет то есть определиться с диаметрами потерям давления и так далее и так всем спасибо за внимание кому это было полезно до следующего видео до свидания